Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй нас. Сейчас расскажу, пока вот у вас поставь, если вы. Слушайте внимательно. Внимательно. Никогда не показывайте страдания на лице. Старайтесь бороться. Образец это японцы. У нас начинает конфетку дадим или что-то, а она ему одну мать повторяет, когда в стоматологическом кабинете. Саке, а где канзе твое? Ему больно, он сразу ободрелся. У меня мама канзе с собой. Он не боится. Канзе, повторите это слово. Это смысл жизни японца. Это одна из самых смелых наций. Если не по его, у него с собой саблю, он спарывает, живот отрезает, кишки себе. Сделать харакири. Харакири это, его переводить даже не надо. Все знают, что такое. Вот сегодня у нас один боролся. Задели бок, сел, ой-ой-ой-ой-ой. Второй раз начал бороться, рот задели, ой-ой-ой-ой. Это не годится. И особенно у тебя, если рядом будет девушка, на глазах у девушек показывать боль. Срам один. Я считал, как в Афганистане. Пришли к врачу, врача прислала там помощь, англичане. И сидит один, у него рана гноится. Клечо раненое, там черви. Он посидел у кабинета и вдруг отошел. А русский там был, говорит, а почему ты не пошел на прием? Так там врач женщину. Ну и что? Ну она будет вырезать, когда я могу показать на лице страдания, боль. Понятно? Ему операцию делать, а он не об операции думает. Не о спасении руки, а о том, как женщина о нем подумает. И женщина подумает, что мне больно. Иди спокойно. Не торопись. Может, на тебе речи идет как раз. Канзё никогда не показывает страдания. И это будет отмечено в аналах истории. Помаленьку, передавай по ложечке святую воду. Я дальше закончу вам. Нестор, святая вода идет. Че ты схватаешься? Молча. Киоск, в котором продают газеты. Там сидит киоскершик. И в это время пьяный, здоровый японец. Пьяный, что-то у него дома не ладится. Он бьет, у него вся вот эта избушка-то колышется. Она может вызвать полицию, но он никого не ударил. Люди покупают газеты и на него с презрением смотрят. У женщины есть конзё, у продавщицы. А у этого пьяного нет конзё. У него нет терпения. Не торопись, Баня, еще раз говорю. Я сказал, не торопись. Так, вчера один юноша у нас забыл одежду свою. И она на улице ночевала. О ком я говорю? Нет. Так, вылазь из стола. Порядок один для всех. Слушайте внимательно, что он должен делать сейчас. Ты знаешь? Да, три раза. Эту, которую забыл, должен взять в руки. Три раза бежать. С какой скоростью будешь бежать? Прибежишь ко второму или третьему блюду. И бежать, махать и кричать. Я забываю вещи застану. Вперед! Снимай тут пока. Где? Было, чтобы... Какую забыл? Вот эту? Вот, едь, беги и крути. Во славу Божию. Так, кому я должен? Так, отдай утром. Подойдите ко мне. Давай. Вот мои болящие. Давай, дорогой, поправляйся. Так, это сейчас. Сиди, если передай. Давай. Вот у меня три человека. Ты так, сильный, здоровый, крепкий. О! Карасику. Карасу. Так. Тимофею. Все. Основное наше. От тарелки не склоняются. От обвиня от себя. А слава Божией. Я не слышу. Вы слушаете, кричитую или нет? Сейчас вы кладете. Сейчас вы кладете. Сейчас я всё кладу. Так... Так... Ну вот он. Какой он. Какой шаг... Какой шаг. Ну и где твоя... Я забываю вещи за станом! Я забываю вещи за станом! Я забываю вещи за станом. Всем победителям дали морковь и съездить! Огурцов! Вы стояли все это!